Поездка президента Украины Владимира Зеленского в самую горячую точку на фронте Багму подорвала информационную кампанию Кремля, демонстрирующую диктатора Владимира Путина, как непосредственно участника войны. Об этом пишут аналитики из Американского института изучения войны в новом отчете. Эксперты подчеркнули, что в последнее время Путин пытается снизить градус критики Министерства обороны и своей деятельности. Он выступает на публике с заявлениями о различных начинаниях, направленных на улучшение военных усилий. Кремлевский диктатор провел церемонию награждения пропагандистов, чтобы показать себя в роли лидера, вовлеченного в войну. Путин хочет выставить себя в положительном свете и увести вину за неудачи оккупационных войск в Украине. Однако появление президента Украины на передовой взорвало эту информационную кампанию. Решение Путина наградить членов своего окружения, даже не принимавших непосредственное участие в боевых действиях, в отличие от визита Зеленского вблизи линии фронта в Бахмуте, вызвало определенную критику среди российских националистов. Бывший командир российских боевиков и критический голос в России информационного пространства Игорь Гиркин отметил, что Путин награждает своих героев в Кремле, но не российских военнослужащих, участвующих в боях на передовой, написали в институте. Остальные военные, российские блогеры, тоже выступили с определенной критикой. Один из них напомнил, что Путин не посещал временно захваченные украинские территории. Визит Зеленского в Бахмут подорвал усилия Путина утвердиться в качестве главнокомандующего военным временем и превратил собственную информационную операцию Путина в позор даже в части провоенного российского информационного пространства, подытожили эксперты. Сходный анализ опубликовали и в New York Times. Отмечается, что приезд президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут разительно отличается от той церемонии награждения, которую устроил в Кремле Владимир Путин. Это продемонстрировало резкий контраст между лидерами двух стран. Глава украинского государства совершил свою самую опасную с февраля поездку на передовую, вручив в разрушенном Бахмуте медаль солдатам под грохот артиллерии. В то же время Владимир Путин устроил великолепную церемонию в Кремле, куда созвал правоенных деятелей и лидеров пропаганды. Красиво оформленные телевизионные мероприятия главы Кремля должны были показать как самим россиянам, так и всему миру, что он полон решимости продолжать войну, несмотря на потери. По оценке американского официальных лиц, количество убитых и раненых военнослужащих вооруженных сил РФ превысило 100 тысяч. Зеленский своим визитом Бахмут намерен или нет? Перетянул часть внимания с Путина на себя, продемонстрировав бесстрашие и готовность рисковать собой, приехав в город, настолько разрушенный постоянными российскими налетами, напоминающий картины Первой мировой войны, комментирует издание. При этом успешная оборона Бахмута и сохранение контроля над ним придает городу символизм, существенно превосходящего его военное значение, считают журналисты. Восток держится, потому что Бахмут сражается. Это крепость нашего боевого духа. В жестоких боях и цены многих жизней здесь останется свобода для всех нас, подчеркнул Зеленский на передовой. Параллельно с этим Путин заявил, что готов действовать более жестко. Он также назвал чрезвычайно сложную ситуацию на украинских территориях, удерживаемых Россией.